Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Сегодня мы поговорим о информационно-коммуникативной компетентности педагога. Сейчас это необходимо не только для общеобразовательной школы, но также для дошкольного образовательного учреждения. Каким образом ИКТ можно ввести в дошкольном образовании, для чего оно нужно, как его можно использовать, мы и поговорим сегодня. Но для начала разберемся, что же такое ИКТ – информационно-коммуникативные технологии. Это способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и перерабатывать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий. То есть, по сути, когда мы берем книгу, ищем в книгах, это уже информационно-коммуникативные технологии. Но сейчас время такое, что это все более автоматизировано. И эту информацию мы находим не только в книгах, а чаще находим в интернете, потому что там наиболее свежая информация, наиболее обновленная. Если на издании цикл издания книги – это определенный промежуток времени, несколько месяцев, год, а то и несколько лет, пока авторы пишут, то интернет, компьютерные технологии позволяют получать новые информации, новые способы выразительности моментально, очень быстро. Вот сегодня человек придумал что-то, он завтра его выставил в интернете, и все, она доступна, информация. То есть, эти инструменты позволяют получать информацию. Но ведь нам надо не только получать, но и анализировать. Большое количество информации позволяет его хорошо анализировать, отбирать, обрабатывать. А как обрабатывать? Для каких целей? И что для этого нужно? Во-первых, владение компьютером, работая в интернете – это как бы простые вещи. Использование оргтехники – это принтер, сканер, ксерокс. Возможно, через год появятся еще новые гаджеты, новые технологические инструменты. Возможно, будет 3D-принтер, довольно доступным, с помощью которых можно распечатать игрушку или что-то другое. Или, может быть, декорацию для детского сада. Также умение снимать фото и видео. А также не просто их снять, но еще и обработать для дальнейшего использования, чтобы люди могли брать его, смотреть, обрезать, доделывать и сделать его красивым. Также умение пользоваться всеми гаджетами, которые имеются в дошкольном образовательном учреждении. Это могут быть интерактивные доски, проекторы, телевизоры. Для чего же нам всем этим нужно владеть? Для чего нам нужно научиться понимать? Во-первых, это помогает нам подобрать иллюстрированный материал для оформления. Дети в дошкольном образовательном учреждении еще не читают, еще не пишут. И информацию они больше получают через рассказы, через картинки, через какие-то другие формы. Не через книгу. Не взяли они книгу и почитали. Это мы можем им почитать. Или мы можем включить, например, сказку в исполнение профессиональных артистов. Вот тогда уже как раз и есть использование иллюстративного материала. Иллюстративный материал может быть и звуковой иллюстративный, и визуально иллюстративный. Дальше. Помогает нам найти дополнительный познавательный материал. Книги очень интересные. Дети листают. Но, например, в книге он не услышит, как разговаривают, какие звуки издают животные. Как лягушка квакает, как корова мычит, как различные животные издают какие-то звуки. Да, есть теперь эти электронные книги. Это тоже гаджеты. Но, с другой стороны, намного большее количество этих звуковых, к примеру, иллюстративного материала звукового мы можем найти в интернете. Мы можем в интернете показать, как звучит каждый музыкальный инструмент. Ведь их огромное количество. И оркестровые инструменты, и народные инструменты, и эстрадно-джазовые инструменты, которые современные ансамбли используют. Этот весь иллюстративный материал, который лет 20 назад был недоступен или сложно доступен, теперь в полной свободе находится. Его можно только лишь искать. Захотел, появилась идея – ищи, и ты находишь. Ищешь и находишь. Информационно-коммуникативные технологии помогают также обмену опытом. У каждого педагога есть свои наработки. Вы делитесь своими наработками. Вы хотите, чтобы люди узнали. С другой стороны, какой-то другой учитель, и много таких учителей, как вы, делятся своими наработками. Вместе можно в интернете беседовать, общаться, обмениваться опытом, показывать свои слайды, свои наработки, всё, что вы сделали. И представляете, расстояние для вас уже не является ограничением. Ни часовые пояса, ни время года не имеет значения. Вы создали что-то, и где-то за сотни тысяч километров другой педагог берёт и пользуется этим, и благодарит вас. Это и энергетический обмен. И ещё и после того, как он опробировал у себя, может даже написать, скажем, на вашей странице, какие же у него были результаты, и поделиться своими результатами. И тогда вы набираете достаточное количество отзывов и информации, которая позволяет анализировать и в свою же методику внести добавление, обновление, его улучшать. Также в интернете можно найти очень быстро современные издания. Издания и научные, которые сделаны и в области педагогики, и в области психологии, что очень важно сейчас. И ежедневно, чуть ли не каждую неделю проявляется новая информация о исследовании психологии мозга человека. Но не только. Ещё и важна социология, потому что управление обществом, группой людей, непосредственно наше дело. У нас же в садиках дети группами занимаются, не индивидуально. И индивидуальный подход надо знать, но ещё и хорошо, когда мы владеем знаниями по социологии и можем управлять эмоциональным состоянием ребёнка. Следующий очень важный аспект – это оформление документации. Вся документация ваша личная. Вы планируете, пишете планы. Эти планы вы написали в этом году. Вы можете в следующем году открыть и посмотреть, что же вы сделали. Можете вносить изменения. Те мероприятия, которые были хорошо, вы можете повторить. И это экономит очень сильно ваше время. Если раньше приходилось в тетради долго писать, заново писать всё это, то теперь не надо. Выделил, удалил, вставил. И вот эти простые функции позволяют и экономить время, и сделать хорошую статистику. Можно просто наблюдать и заполнять в этих документах, насколько хорошо это получилось. Кроме того, документы, которые мы издаём, планы, рабочие планы в наших учреждениях, ведь это тоже всё задокументировано именно в компьютерном варианте для того, чтобы хранилось у руководства и так далее. Также у дошкольных учреждений есть свои сайты. И на страничках сайтов, которые общедоступны, которые родители открывают и читают, они тоже видят ваши наработки, они видят, как вы занимаетесь, они на основании чего. Подбор иллюстративного обучающего материала. У нас был материал оформления, а это уже обучающий материал. Оформление буклетов, визиток, карточек для различной деятельности дошкольного образования вы проводите мероприятия и сделали буклеты. Документоведение и отчётность, а также создание медиатек. То есть это библиотеки, но библиотеки не только книг, но и ваших документов, ваших отчётов, ваших музыкальных, звуковых оформлений к различным мероприятиям. Вы можете в компьютере, даже в интернете, в облаке сохранить вашу информацию, она остаётся. И в следующий раз, когда вы будете готовить мероприятие или, может быть, через год-два повторить для новой группы то мероприятие, которое было хорошим, вы можете легко оттуда достать, чуть-чуть изменить какие-то компоненты, обновить и сделать. То есть на самом деле ЭКТ позволяет нам сильно экономить время, с другой стороны, ещё больше тратить, мы тратим её на создание чего-то нового. Но у нас появляются возможности. Преимущества ЭКТ в воспитательно-образовательных целях. Во-первых, это расширяет возможности и способы донесения до детей новой информации. Если сейчас детям взять и рассказать, книгу показать, да, книга никогда не устаревает. Но с другой стороны, им это мало. Они видят гаджеты, они видят планшеты, телефоны. Они чуть ли не с годового, валового возраста уже пальчиками там меняют, смотрят, видят. И просто стоячая книга, где картинка не движется никоим образом, может немножко наскучить, а может и нет. Чтобы не наскучило, мы объясняем, рассказываем, дополняем чем-то. Однако, как мы говорим, ту же самую сказку можно почитать в книге, посмотреть в мультфильме, и у каждого автора, в каждом новом оформлении те же самые герои приобретают новые характеры. То есть мы расширяем возможность донесения для детей новой информации, в том числе и помогает нам делать мобильные новые стенды. Вот в школах висят плакаты, как вести себя при пожаре, как вести себя, когда переходишь улицу, как вести себя тогда-то, тогда-то в определенных ситуациях. Но знаете, самое интересное, что когда висит один и тот же плакат, он приедается, и дети перестают их замечать. С помощью компьютера, интернета, принтера можно все это обновить, сделать или распечатать новые, или самому составить с детьми коллаж, при котором вы вырезаете эти детали, и они сами компонуют тот же самый плакат, похожий плакат, из своих рисунков. И как вы думаете, после этого они лучше будут запоминать информацию, которую вы им рассказываете? Конечно! Моделирование ситуации помогает. Вы смотрите мультфильмы, сказки, потом сами играете, и получается моделирование ситуации. нахождение актуальной информации, возможность систематизации введения статистики. Вы провели какое-то мероприятие, у вас прошел день, занятие, сразу же делаете отметки, и спустя какое-то время вы возвращаетесь и смотрите, какие виды информации детьми лучше усваиваются, что им приемлемо, что им не нравится. Ведь когда мы систематизируем, мы можем сами внести туда свои критерии оценки. Например, насколько это придало детям радости, где грусти. Если это радует детей, их интересует, и они радостно делают. Хорошо, мы делаем одинаковую информацию, даем похожие уроки, меняем маленький один элемент. Этот элемент имеет влияние на общее развитие, общее состояние группы, поведение детей, насколько они послушны, насколько они организованы, или наоборот, агрессивны и реактивны. И введение этой статистики нам позволяет замечать, какие вещи. То есть статистика, на самом деле, если мы честно записываем, нам очень сильно может помочь. Она не обманывает. Она показывает общий фон. Большая скорость поиска. То есть вы не стоите в библиотеках, выбираете книгу, а потом не знаете, на какой странице чего найти, искать. Достаточно ввести в Яндексе на поисковой строке или в Гугле слово, выражение, предложение, и вы тут же получаете море информации. Возможность прямого общения на любой дистанции. Как я сказала, вы общаетесь с педагогами, обмениваетесь опытом из разных городов и из разных часовых поясов. И вы это делаете легко и просто. Сложности. Какие же сложности бывают здесь? Главный вопрос – это фильтрация информации. Поскольку информации очень-очень много, она не всегда достоверна. Есть очень много нечистой информации, искаженной информации, неправильной трактовки. Вам нужно научиться фильтровать информацию. Как же мы фильтруем? Вот видите, сачок, там сетка, в этой сетке остаются определенные, рыба остается, оттена что-то, вода лишняя уходит. Также мы берем информацию и проверяем. Каким образом можно проверить? Во-первых, проверяем источник, откуда мы получили данную информацию. Сайт. Что за сайт? Кто его авторы? Если этот сайт похож на желтую прессу, где очень много всякой информации, то большая вероятность, что информация или неполная, или искаженная, или просто перефразированная. Перефразирование. Названы какие-то авторы. Прекрасно. Иногда в таких статьях вы находите одного автора, одно слово выражения и идете за этим выражением и приходите к первоисточнику. Вот первоисточник, наверное, все-таки лучший информатор. Дальше. Кто автор этой информации? Что за человек? Какой у него послужной список? Сложность и еще следующая сложность. Повышение скорости усвоения новой информации. Мы получаем такое огромное количество информации, что его переварить в голове иногда бывает сложно. Надо научиться эту информацию тоже провести через сида. Потому что, например, мы взяли одну теорию. В этой теории одна часть нужна нам сегодня. Или мы ищем какого-то мероприятия, для какого-то урока конкретные вещи. Мы можем из различных источников найти чисто по этой теме информации. И в то же время мы можем застрясть на чем-то настолько интересном, что отвлекаемся и время уходит. Время просачивается сквозь наши пальцы и мы не замечаем, как в интернете и в других местах при большом интересе просачивается все время. Она протекает, исчезает, заканчивается. И скорость потребления информации. Да, информацию мы потребляем. Причем потребляем в невообразимых размерах. Одно телевидение нам дает столько информации, что в течение одного, даже двух-трех часов, сколько раньше люди узнавали за месяц. Если раньше люди жили в городе, в деревне или где-то, и приходили люди, рассказывали, а знаешь, у соседа то было, у того соседа что-то, у родственника, какая-то информация. Да, но яркие действия не так сильно менялись. А сегодня мы открываем, включаем канал новостей и за полчаса на нас наваливается такое огромное количество информации, которое мы раньше не получали. То есть человек раньше не получал такого количества информации. Так вот эту информацию надо еще и научиться переваривать, выбрать, что-то принять, что-то оторгнуть. Мировые катастрофы, которые проходят за тысячи километров, приходят в наш дом через телевизор. В обычной жизни мы, может, ни разу не встретимся. В обычной жизни каждый из нас может, я не знаю, видел ли одно или две аварии, случалось ли с его родными что-то такое, по телевизору открываем и смотрим. Сегодня произошло 140 аварий со смертельным исходом, с чем-то не... Понимаете, мы получаем огромное количество информации. Эта информация часто отрицательно окрашена. Она влияет на наше эмоциональное состояние. Поэтому тоже должна быть фильтрация. Включайте свое сознание для принятия положительной информации. Отрицательной или оставьте или фильтруйте. Да, это происходит. Это происходит с разными людьми, но это далеко. Да, это далеко. В моей жизни не будь телевидения, это бы никогда не проникло. Потому что вот это тяжелое состояние, особенно отрицательной информации, она сильно влияет на психику. Его фильтруйте и начинайте получать положительную. Браво интернета, благо интернет позволяет из сети вытаскивать, выуживать положительные информации. Музеи, красоты, открытия положительной информации, которые приносят в баланс ваше эмоциональное внутреннее состояние. иначе очень сложно жить в этом мире, где такой завал отрицательной энергии. Следующее. Смотрим маленького ребенка, который смотрит на гаджет и тыкает. Друзья мои, существуют санитарные нормы. Компьютер на самом деле нужен учителю. Ребенок в дошкольном образовательном учреждении может обойтись и без него. То есть информационная коммуникативная технология, о которых мы сегодня говорим, это в основном средство для того, чтобы вы, учителя, готовились к занятиям. Если мы в учреждение включаем интерактивные доски, телевизоры или что-то, оно должно быть включено очень недолгое время. Иногда какое-нибудь видео 3-5 минут и выключили, начали обсуждать. это совершенно другая. Есть нормы в этом возрасте 10-15 минут всего в течение дня, но мы все нарушаем эти нормы. Никоим образом нельзя включать телевизор и уйти надолго. Да, дети смотрят, им интересно, они могут просить вас не выключайте, дайте посмотреть. Мы же все смотрели Монтики. Сейчас детские телеканалы подряд показывают мультики очень интересные, очень даже полезные, но в таком большом количестве они не перевариваются, может и перевариваются мозгом, но не в той мере, сколько надо. И главное, они вредят зрению, зрению детей. Это вредит их позвоночнику, потому что они неподвижно сидят, а это неестественно для детей этого возраста. Им нужно все время двигаться, им нужно ходить, прыгать, действовать, а когда они увлеченно глазами тыкаются в этот экран, у них идет огромная нагрузка на позвоночник. Поэтому в последние годы количество сколиоза, нарушений осанки у детей увеличилось. однако когда это ограничено, то дети могут вырасти хотя бы здоровьем, не портить себе глаза и зрение. Теперь рассмотрим несколько программ, которые можно использовать для различных целей. Итак, представляю вам программы для создания визуальных материалов. Я сейчас уберу себя из экрана, чтобы вам было лучше видно. Итак, программы для создания визуальных материалов. Программа PowerPoint компания Microsoft Office позволяет из пакета Microsoft Office делать многостраничные буклеты, слайды, электронные книги с большим количеством иллюстративного материала. Как же это делается? Мы открываем слайды, создаем слайды. Некоторые спрашивают, как же делать буклеты? Очень просто. Вы создаете слайд и после того, как он создан, включаете сохранить как и из меню выбираете PDF, потому что буклеты больше всего подходят стандарт PDF. Можно сохранить как GPF, то есть картинки или PNG более качественный формат картинок, но больше подходит для буклетов именно PDF-формат. И он тоже очень интересен. Электронные книги с большим количеством иллюстративного материала. То есть вы берете то, что вы сейчас смотрите, вот эти слайды, они как раз и сделаны в программе PowerPoint. Дальше какие программы? Microsoft Publisher позволяет делать визитки, складные буклеты. Вот большие буклеты делать на нем неудобно, но, например, лист А4, если его сложить в три слоя, в четыре слоя или в два слоя, то можно легко сделать буклет. Он подходит для этого, эта программа подходит именно для этого. Позволяет компоновать тексты, картинки, даты, можно сделать визитки, можно сделать афиши, календарики, дипломы, грамоты, различные инструменты, которые нам нужны в обычной работе. и дальше также позволяет делать дипломы и грамоты. Вот здесь, например, вы можете видеть календарик, который я подарила своим ученикам, то есть были сделаны фотографии детей и в определенном шаблоне я их прикрепила к календарю и получилось так. И каждый ребенок на Новый год получил себе настенный календарь со своей фотографией, со своей картиной. На второй картинке, вот здесь справа, это игра. Здесь настольная игра музыкальная, которую я придумала, создала, и мы с помощью этих карточек, они разрезаются, и с этими карточками мы играем в игры. Но всю эту карту, эти карточки я создала в компьютере в программе PowerPoint, и ее можно тоже разрезать и сделать наилучшим образом. Здесь афиши, которые сделаны, например, вот крайне первая и вторая афиша основана на шаблонах, которые уже есть в программе PowerPoint. Третья это картинка была взята по фонам, и на нее вторая картинка, и текст набран. То есть все эти афиши сделаны в простой программе PowerPoint. Я надеюсь, вам можете выбирать разные по стилю, разные по характеру и создавать их. Какие графические редакторы можно использовать? программа PintNet она настроена в компьютере, она бесплатная. Кстати, те программы, которые я показываю, в основном бесплатные, но хотя есть некоторые особенности у Microsoft PowerPoint, продукции Microsoft, если имеется подписка на обновление, то вы получаете еще более сильный инструмент, это подписка на платное обновление. Что за инструмент? Он позволяет компоновать. То есть вы ставите картинку, текст, программа автоматически выдает 7-8 вариантов, которые вы можете выбрать, какой вам больше подходит. Возможно, если останется время, я потом покажу на программе, как это работает. Следующая программа работает только онлайн, то есть его не надо скачивать на компьютер, вы заходите на сайт canva.com и находите кучу различных шаблонов, вы можете сами создавать шаблоны, и там шрифты, цвета можно менять, и в этой программе создавать различные графические изделия, то есть и те же самые картинки, календарей, нет здесь, скорее картинки, компоновать, многослойные сделать, афиши делать, визитки, все это позволяет графический редактор canva, есть там и платный, и бесплатный вариант, бесплатный вполне устроит, в платном чуть больше инструментов. следующее программа, это программа, которая помогает обработать аудиозаписи, давайте я, чтобы лучше понять, так, хорошо, сейчас одну программу я вам открою, и прямо в прямом эфире покажу, как она работает, это будет программа Audacity, но до того расскажем, что делает программа АИМП и ВИНАМП, АИМП и ВИНАМП позволяют слушать музыку, его группировать в группы, создавать альбомы, они не позволяют обрезать, но можно здесь менять тональности, детям иногда песни бывают, они поют слишком высокий, большой диапазон или наоборот низкий, вы чуть-чуть поднимаете, понижаете, вы можете замедлить, ускорить, просто по ходу воспроизведения меняется музыка, но оно искажается сильно, более качественно и легко можно сделать это в программе Audacity. Давайте я сейчас открою вам программу Audacity и мы посмотрим, как же это происходит. Хорошо, друзья, сейчас подготовим. Итак, включаю захват экрана. Вот так. Итак, мы вошли в программу Audacity. Видим наверху слева название программы. Открываем папку. Вот, к примеру, мы берем какую-то песню. Ну, давайте, все равно нам никакой разницы, какую песню берем. Простым перетаскиванием переводим ее сюда, на платформу. ожидаем какое-то время и видим, эта музыка разошлась вот так на двух линиях, на двух дорожках. Что мы можем сделать здесь? Самые простые инструменты, которые вам понадобятся, вот это, вот здесь видите, отрезать, вам надо отрезать начало или конец. Что мы делаем? мы берем и нам нужно, скажем, только 45 секунд мы можем взять и отрезать. Потом мы видим, что вот этот отрезается очень резко. Что же мы тогда делаем? Выделяем и находим эффекты. Заходим в эффекты и делаем плавное затухание. Видите, хвостик уменьшился и теперь музыка постепенно будет затухать. Нам нужно, чтобы музыка постепенно затухла. К примеру, вот это такая функция. То есть, мы что сделали? Мы обрезали и сделали затухание. Следующий эффект, который можно сделать, смена высоты тона. Мы можем поднимать, поднимаем по полутонам. То есть, один шаг это один полутон. Вот. Полутон. Поднять на один тон или опустить на один тон. мы можем услышать и посмотреть, подходит или нет. Смена скорости, смена темпа. Удаление щелчков оставим, но тут очень много разных функций есть. Вы можете, если понадобится, использовать, но основные, которым пользуются педагоги, это смена скорости, высоты тона, смена скорости, смена темпа, возможно, усиление сигнала, когда запись слишком тихая, вам надо сделать его громче. Дальше. Обрезать вот эти ножницы и копировать, вставить. Например, я могу во втором окне включить другую музыку, скопировать. давайте в этой части сделаем вот так, выделили. Что мы делаем? Скопировать и вот сюда вставить. Все, мы взяли и вставили этот отрывок сюда. Вы это всегда можете в этой программе сделать. Просто нужно в тот момент, когда вы его скачиваете, еще и сделать русификатор, чтобы он сократился на русском языке. Открывался, потому что программа в основном работает на английском языке, но есть русификатор. Что мы делаем? После этого сохранить проект. Как? Если мы делаем сохранить, она сохраняется в вот таком расшифрованном виде. Это нам неудобно, поэтому мы делаем экспорт аудио. Экспорт и экспортируем в тех форматах, которые нам нужны. Например, это может быть... Так, давайте на рабочий стол. Файлы mp3, флаг, mp2, то есть выбирайте тот формат, в каком хотите сохранить. Я делаю mp3, сохранить. Все, у меня шутка баха сохранилась. Здесь вводим название имя исполнителя, название дорожки, ок, и происходит кодирование этого произведения, и она остается в той папке, которая у вас есть, в которой вам удобно на ней работать. Вот так работает программа Audacity. Вернемся к нашим слайдам. То есть, вы заметили, это довольно интересная программа, на ней легко работать. Следующая программа обработка видео. Иногда нам нужно видео перевести в другой формат, сделать поменьше, побольше, иногда обрезать. Данная программа online videocutter.com позволяет в интернете взять видео, вы сняли детей, они исполнили какую-то песню на мероприятие, теперь вам надо его выставить на сайт. Что вы делаете? Вы берете и обрезаете кончики личные, лишние вещи и оставляете центр. Или наоборот, вам нужно из нескольких частей скомпоновать. Тогда вы берете и большое видео, обрезаете лишние части и складываете маленькие. Получается то, что вам нужно. Как это делается? Во-первых, мы открываем сайт, нажимаем открыть файл, после этого выбираем из папки видео, которое нам нужно, и оно загружается. Загружается приблизительно вот в таком виде. С помощью мышки курсора вы вводите начало и конец там, где нужно и нажимаете обрезать. Лишнее обрезается, у вас остается то, что нужно. Дальше остается вопрос его скачать. Как только вы нажимаете скачать, она обрабатывается и скачивается. Но вы смотрите, взяли из большого видео, обрезали маленькую часть. Что же делать дальше? Вам нужна следующая часть. Вы нажимаете внизу обрезать еще один файл, тогда можно скачать новый, а можно просто вернуться назад и в этом же файле обрезать другую часть. Другую часть. то есть там скажем было исполнено три песни, между ними хлопки, какие-то хлопки удаляем, оставляем вот эти маленькие кусочки. То есть программа онлайн позволяет нам вырезать видео. Есть конечно и другие вещи, которые профессионально делаются, но это сложные вещи и не всегда нам уместны. Создание видеоклипов. Мы создаем видеоклипы, с помощью опять же бесплатной программы слайдшоу Креатор. Каким образом? Мы просто берем в папку, вставляем картинки, которые желаем. Вот в эту наверху, где у нас строчки, это название картинок и мелодий. Потом по отдельности каждую картину спускаем вниз в эти ячейки, которые мы видим и определяем длительность, в какое время должен идти этот кадр. А вот серединная полоска, которая имеется вот туда, мы уже вставляем аудиозапись. И таким образом мы можем создать клип. То есть вы с детьми провели какое-то мероприятие, вам нужно сделать красивый клип видео, собрали фотографии и сделали из него. Вы можете сделать обучающий материал какой-то, рассказать о какой-то стране, о каком-то животном, не знаю, эпоху или какая у вас будет тема. Вы собираете картинки и речь, которая там есть. Также можно, например, есть очень хорошие профессиональные записи профессиональных артистов сказки рассказывают. Вы берете аудиозапись, вставляете сюда и в картинках вставляете работы разных художников. А может не художников, то, что дети нарисовали, например, дети, может, иллюстрировали эту сказку, тогда вы вставляете и что они видят, как их творение превращается в красивый слайд. Тогда идет большая мотивация детей и родители будут ценить вас, видеть вашу работу. Это прекрасный способ отчета, показать то, как вы делаете и что вы делаете. Следующий для видео и трансляции. Вот сейчас эта программа записывается как раз с помощью этой программы OBS Studio. Она закачивается на компьютер, мы настраиваем делаем настройки, мы можем просто взять и записать, тогда мы нажимаем вот на эту серую, там где написано остановить запись, это уже скриншот, уже запись идет, или запустить трансляцию, тогда мы можем транслировать в YouTube, в соцсетях, в зависимости от того, как мы настраиваем. Если вас, что помогает эта программа делать, вести прямые трансляции, читать лекции, записывать лекции, обучающие материалы, делиться с коллегами с опытом, показывать, что происходит на компьютере. Вот, и я повторюсь, вот эту программу, которую я сейчас введу, она делается именно в этой программе. Следующая важная группа программ, которая нам понадобится, это сортировка документов и организации жизни и работы. Что мы делаем? У нас мы сортируем документы. Документов у нас набирается огромное количество. Это могут быть личные документы, паспорта, там, медицинские полисы, ИНН и так далее. И не всегда их удобно себе носить, но бывает, что срочно нужны номера, цифры, эти документы. Они у нас могут сохраниться в облачных сервисах. В сервисах, которые мы в любой точке взяли телефон или компьютер, открыли, вошли в него и нашли эти документы. Следующая группа документов это ваши же учебные пособия, планы, работы. Вы можете, например, путешествовать где-то и вдруг вспомнили что-то или увидели что-то интересное. Вы можете прямо сфотографировать и, например, в программе Evernote сохранить в определенной папке. Вернулись и с любого компьютера вы заходите и получаете информацию, которую вы сделали. То же самое позволяет программа Wanderlist. Мы там накапливают информацию. Программы LeaderTask и Trello помогают нам сохранить информацию, группировать, создавать календари. Общедоступные документы. Для чего они нам нужны? если взять ваши родители. Вы договорились провести какое-то мероприятие и каждый родитель взял на себя ответственность делать что-то. Как определить, кто когда сделал? Вместо того, чтобы каждый день звонить, заморачиваться, тянуть, напрягать и людей, и самому в неудобное время может человеку совсем неудобно этим заниматься. Что мы делаем? Мы открываем Google Drive, создаем в программе таблицы и пишем задания, которые нам нужно выполнить. После того, как мы написали те задания, которые нам нужно выполнить, что мы делаем? Мы отмечаем, пишем еще тех или родители сами могут вносить туда свои имена, а также даты, к которому числу они собираются подготовить все это. И ставят отметки. Просто то, что сделано, красит определенным светом. Вы смотрите, ага, это сделано, это сделано, это сделано. Вы никому не позволили. Вы просто один раз договорились, но у каждого родителя есть доступ к этому файлу. Они могут туда добавлять, убавлять, делать свои замечания и свои наработки. Могут даже сфотографировать, поставить в виде напрямую результаты. И следите за всем ходом. Эти материалы вы можете проверять, насколько они соответствуют тому, что вы хотите сделать, и вносить поправки, когда это надо. И программа LeaderTask тоже позволяет делать такое. Программа Облако не позволяет редактировать, коллективно редактировать, но вы всегда можете, например, сняли фотографии, все, которые на мероприятии были сделаны, выставить в Облаке и дать ссылку родителям. Они смотрят, находят свою фотографию, то, что им интересно, и скачивают. То есть посторонние люди, без ссылки не могут зайти в эту папку, но вы дали ссылку своим родителям, и родители заходят туда и пользуются. Вы можете давать туда учебные материалы, видео, аудио, все, что вы захотите обмениваться через Облако. Программа Zoom тоже очень интересная, она более объемная, она позволяет проводить конференции, собрания, к примеру, эпидемия, половина группы не приходит, но у вас должно быть собрание, вы должны родителям что-то, вам нужно сообщить, и вам, вас не устраивает односторонняя связь, чтобы вы говорили, делайте то-то, то-то, вам нужна обратная связь, тогда вы с помощью программы Zoom входите в кабинет, и каждый у себя тоже заходит через видеокамеру, и вы друг с другом общаетесь, вы друг друга видите, по очереди поднимаете руку, как на обычном совещании, то есть нажимая определенную кнопку, и говорите, слушайте мнение, если согласны хорошо, не согласны делают какие-то замечания, добавки, какие-то вещи, и вы понимаете, как это в дальнейшем делать, то есть все эти программы помогают нам делать нашу работу более удобной, более комфортной, и более быстрой, не всегда, особенно в больших городах, где много пробок, родители приходят, да, они всегда приходят за детьми, но часто не родители приходят, а приходят няни или кто-то сопровождающий, а родителю не всегда удобно приходить на собрание, или, как мы сказали, ситуация именно вот такая, когда складывается во время эпидемий, не приходит, чтобы не заболеть, не заразиться, не заразить кого-то еще. Как же научиться всему этому? вы увидели кучу программ, и кому-то уже стало страшно. Как же я с этим справлюсь, все это сделаю? Во-первых, очень удобен и очень помогает взаимный обмен. У вас есть коллеги, есть молодые, есть более опытные. Смотрите, по технической части вам могут помочь молодые, а более опытные педагоги могут помочь молодым в общении, нахождении языка с детьми, в каких-то других методических наработках. Начните вместе сотрудничать, и тогда вы вместе научитесь, попросите своих коллег. Это поможет еще и состояться институту наставничества в вашем коллективе. Это поможет молодым педагогам быстрее включиться в общую работу, а вам поможет сделать ваши занятия более интересными, и они могут, вы можете друг друга учить, и не надо этого стесняться. Следующее через интернет. Вот все эти программы имеют обучающие курсы. Есть профессиональные, которые прямо представители этих компаний обучают, они бесплатные даже, или вы можете зайти в YouTube, потому что иногда представители компании, с одной стороны, как бы они более сведущие, но они настолько сложно объясняют, а кто-нибудь малоопытный человек в YouTube может лучше объяснить. Знаете, почему? Он объясняет как дилетант, и если вы сами являетесь в этой маленькой сфере дилетантом, вам понятно это, или разные люди с разных ракурсов рассказывают, не вдаваясь в подробности лишние, эти подробности вы будете изучать на следующем этапе, то есть на первичном просто выучите самое необходимое, самое простое. Конечно же есть книги, книги, электронные книги, книги и бумажные, где тоже все это рассказывается. Следующая возможность это курсы повышения квалификации и этой компетентности. Чем хороши курсы? В курсах есть обучающие видео, есть учителя, которые вас проверяют, дают направление непосредственно. То есть то, что первым, например, взаимный обмен, вам помогают коллеги. То же самое можно получить благодаря курсам повышения компетентности. Они могут быть и платные, и могут быть бесплатные, самые простые курсы. Они могут быть сложные и могут быть попроще. То есть вы находите по своему усмотрению. Есть сертифицированные, которые дают вам сертификаты, а есть которые не дают сертификаты. То есть выбираете, есть огромный выбор. К тому же учреждение тоже оплачивает ваши курсы. Не ждите, пока начальство вам предложит курсы. Сами найдите, предлагайте. Начальство может согласиться, а может увидим вашу заинтересованность, найти более удобный вариант. Но они должны видеть вашу заинтересованность, то, что вы хотите этим заняться, вы хотите это сделать, научиться. принципы обучения. Как же всему этому обучиться? Пока мы малые, дети мы маленькие, нам легко учиться. Взрослый человек очень сложно учиться. Почему? Потому что когда ты стал учителем, иногда некомфортно перейти обратно в позицию ученика. Психологически дискомфортно. Поэтому мы снимаем этот психологический дискомфорт и понимаем, что нам просто интересно. Мы входим в приключения. вот есть таблица такая, тема, которую вы выбираете изучать. Она может быть интересной, а может быть неинтересной. Просто вы вынуждены делаете, потому что или начальство заставило, или никто больше этого не делается, и вынуждены, вот с тяжелой душой. конечно вы не будете учиться. Вы будете очень тяжело, долго идти, и вам будет сложно обучаться. И следующая горизонтальная линия показывает крайности легко и сложно. Так вот, начните изучение новой технологии, новой ЭКТ-компетентности с того, что для вас и легко, и интересно, то есть находится в левом квадрате. Если вы начнете с того, что вам и легко, интересно, вы сделаете шаг вперед, постепенно усложняя. А если нечто находится в зоне неинтересно, что сделать? Просто находите, чем это может быть вам интересно. Ищите способы, примеры, причины, при котором для вас это становится интересно. Потому что если неинтересно, организм будет сопротивляться, вы будете изучать, обучаться, но это не сядет в головной мозг, не засядет ваше сознание, не запомнится. Поэтому, друзья мои, дорогие мои, всегда стараемся найти интерес, найти страсть к обучению. Тогда вы намного быстрее выучитесь тому, чего хотите. И выходит такой вопрос, а зачем мне это надо, а зачем нам все вот это надо мучиться и изучать нечто новое. Во-первых, средства коммуникации и обмена опыта педагогам. Это нам нужно, чтобы развиваться. Без этого никак, иначе дети обгонят нас, и мы будем отставать. Средства коммуникации и обмена опыта для педагогов позволяет что делать. Обменяться опытом, получать новые знания. Но где их искать? Во-первых, это педагогические порталы. Один портал именно тот, где вы сейчас присутствуете. Здесь видите очень много материала. Вы можете и записаться на новые вебинары, можете зайти на YouTube-канал, где уже более 500 вебинаров на различные темы и найти то, что вам интересно вдруг. Кстати, даже если бывают вещи, или пролистываешь, 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 и бац, вышло какое-то название, которое вам интересно, а вы об этом даже забыли, и даже не задумались, что есть информация об этом, вы открываете и смотрите. Есть сайты для педагогов, где вы можете создать свою собственную педагогическую страницу и делиться опытом. При повышении квалификации это очень помогает, повышает ваши баллы, и вы можете быстрее перейти на другую квалификационную ступень. страницы педагогов на сайте до вашем дошкольном учреждении есть сайт, вы тоже можете иметь там свою собственную страницу, где вы ставляете свои наработки, общаетесь с родителями, дальше, это методические объединения, районные, городские, региональные, у всех есть свои сайты, вы оттуда можете получать тоже информацию, как информацию обучающую, так и регламентирующую информацию, регламентирующие материалы, как протеатестацию, как создавать, скажем, программы, это все есть в методических объединениях, на сайтах методических объединений, есть онлайн периодические издания, где можно не просто читать, но и самым издаваться, делитесь своими знаниями, дорогие коллеги, это же так хорошо, когда вы что-то сделали, сделали наработку интересную, и вы делитесь, следующее это онлайн конференции, когда педагог в прямом эфире, или профессор, или это может быть психолог, может быть сказкотерапевт, он рассказывает о том, как, ну, давайте скажем, конференция, как наш вебинар, но он онлайн варианте, вы можете задавать вопросы, есть, а бывает, что выступает несколько спикеров, и они длятся обычно не один час, а намного дольше, и, конечно, это нам нужно для живых мероприятий, мы делаем презентации, обмениваемся координатами, каким образом, сделали визитку, буклеты, где есть информация о вас, она делается на чем? На компьютере, в программе PowerPoint или паблишер, обменивайтесь личными методическими разработками, пошли на конференции, на какое-то мероприятие, у вас уже есть распечатанные некоторые материалы, вы можете поделиться, или вот игру, которую я придумала, вы можете придумать такие игры и показать, давайте сыграем, посмотрите, как это работает, они смотрят, делают и идут уже в своих учреждениях, используют ваши же наработки, причем вы можете и авторские права защитить по таким разработкам, поиск площадок для дальнейшего общения, вы ищите, потому что нам всем нужно общение, особенно те педагоги, которые живут в малых городах, им в деревнях, выходить на общение в другие местами сложно, а интернет, компьютерные технологии позволяют сократить все эти расстояния и легко общаться с людьми, и, конечно же, информации, вы можете проверять любую информацию, которая вам нужна, к вам пришли дети, ребенок пришел, вы можете в интернете ввести имя родителя во всех соцсетях и понаблюдать, что это за семья, как они думают, как они общаются, уровень знания, компетентности, какие-то вещи, и вы понимаете, как найти язык с этим родителем, как с ним договориться, чтобы у вас программа воспитания семьи и образовательного учреждения соответствовали, совпадали, а то мы учим одних детям, они идут домой учиться другому, и у них в голове полный бардак, от этого несоответствия информации, ведь в наших программах есть такая важная вещь, как воспитание родителей, а может есть очень интересные родители, у которых мы сами можем чему-то обучиться, также информация о коллегах, новых знакомых, вы познакомились с кем-то, сразу забивайте имя в интернете, в Яндексе, в Гугле, потом заходите в соцсети и находите этих людей, и смотрите, кто они, с другой стороны вы знаете, что вас тоже так могут проверять, когда люди устраиваются сейчас куда-то на работу, информации рекрутеры проверяют полностью по соцсетям, там можно узнать, кто есть человек, как он думает, на что ставит клики, на что обращает внимание, что он не делает, то есть вы с помощью интернета не только можете узнать, что творится у других, но и самому открыться, презентовать себя как классного специалиста, как достойного учителя, то есть делиться в соцсетях своими наработками, результатами своей работы, и это покажет вас, а ведь интересно вот в чем, интересно вот в чем, когда родитель уважает и видит компетентность педагога, он настраивает ребенка тоже, что у тебя лучший воспитатель, он больше благосклонен слушать ваши рекомендации, а если он вам не верит, то не верит тому, что вы ему скажете, не будет слушать и обращать внимание на то, что вы скажете, даже если эта информация будет очень ценной. С другой стороны, есть следующая информационная компетентность для защиты своих интересов и прав. У нас есть психологические права. Какие права? У нас есть право иметь свое мнение, у нас есть право иметь хорошее настроение, не позволяясь другим портить его, у нас есть законодательные права, о которых мы часто ничего не знаем и даже зная, мы не пользуемся ими, есть правовые. Но самое интересное, права, мы к этим законодательным правам мы обращаемся только в том случае, когда нам очень сильно ущемили в них. Но иногда можно заранее ознакомиться с ними, чтобы не проявлять недовольства, потому что права, которыми мы наделены, еще и наделяют нас обязанностями. И если мы свои обязанности выполняем хорошо, мы имеем полное право и требовать соблюдения наших прав, чтобы наши интересы тоже были соблюдены. Поэтому, дорогие мои друзья, в любом случае, когда возникает хотя бы какая-то конфликтная ситуация, вы можете в интернете найти и консультантов, и просто информации подсчитать, и зайти в тот же сайт Министерства культуры, Министерства образования, и найти те правовые нормы, в рамках которых действует ваше учреждение, и защитить свои права, если их кто-то будет нарушать. Ну что же, дорогие друзья, на этом я заканчиваю сегодняшний вебинар. Надеюсь, вам было, вы получили много интересного, полезной информации, которые вы можете использовать. Обязательно отметьте для себя те программы, которые вас наиболее заинтересовали, и вы можете в ближайшем, в ближайшей перспективе обучиться этим программам, изучить их для того, чтобы сделать свою работу более интересной, более яркой, и внести яркость свою собственную жизнь. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. До свидания, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok